Маурисия Сульман, президент WBC, заявил, что от Дмитрия Бивола запрос на проведение объединительного поединка с Артуром Бетербиевым не поступало, поэтому Артур в следующем бою встретится с обязательным претендентом на его титул Каумом Смитом. На данный момент никаких обращений со стороны команды Дмитрия Бивола не поступало. На прошлом съезде мы ясно обозначили свою позицию и позицию по отношению к боксерам из России и Белоруссии как раз относится к Биволу, поэтому Бетербиев должен провести обязательный бой. Нет сомнений, что Бетербиев хороший боец и Каумом Смита отличный боец. Его единственное поражение было от Сауля Альвареса единогласным решением судей, так что бой между Артуром и Смитом очень важен. Топ Рэнк планирует организовать поединок Бетербиев-Смит в конце лета в Монреале. Детей на простой связан с началом Рамадана, во время которого Бетербиев будет соблюдать пост. Всем привет, вы на канале Воин и вы смотрите главные новости бокса. Погнали! Тейсон Фьюри отреагировал на выпады свой адрес со стороны Александра Усика. Я ничего не думаю об этом. На самом деле вопрос не в том, чего хочет и что делает Усик. Сейчас главное, чтобы этот бой получил дату и место. Мне плевать, что говорит Усик, что он будет делать, как он меня побьет или что он мне скажет. Действительно важно, где состоится бой и сколько денег я заработаю. Все остальное я все равно сделаю легко. Сейчас сложно что-то сказать по поводу боя, поскольку я продолжаю читать новости, что анонс поединка состоится на следующей неделе. Я все еще жду следующей недели, но кажется, что завтра никогда не наступит. Посмотрим, что произойдет на следующей неделе. Также Фьюри не согласен с мнением, что Артур Бетербиев лучший панчер рейтинга паун-фа-паун. Кто лучший панчер? Бетербиев – это чушь. Сергею Ковалеву назначили нового соперника. В рамках эллиминатора на пояс WBC в первом тяжелом весе Крашер обязан встретиться с Табиосом Чуну. Сороны должны договориться обои до 24 февраля, а победитель поединка займет вторую строчку рейтинга WBC. Напомнить чемпионом является Илунга Макабу. Глава матчурум Эдди Хирн прокомментировал победу Артура Бетербиева. Энтони Ярд здорово старался. Он показал большое мужество, продолжал оставаться в бою. Но я также увидел отличное выступление от Бетербиева. Вы понимаете бокс. Независимо от того, считаете ли вы, что Бетербиев уступал в этом бою или нет. Он в свое время контролировал ситуацию. Когда Ярд отвечал ему ударами, Артур менял положение ног и подводил Энтони к своим ударом. Он раунд за раундом ломал его. Это было очень хорошее выступление со стороны Бетербиева. Он великолепный боец. Да, Ярд действительно умеет драться. Он показал большую храбрость и отличное выступление. Пол Малиняджи поделился мнением о победе Артура Бетербиева. Бугимен бокса вернулся. Артур Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда. И этот бой получился лучше, чем я ожидал. Я не знаю, что думали о нем вы. Я знаю, что Ярд способный боец. Он дрался с достойными соперниками. Вышел против Ковалева. Пусть и тот и начал идти на спад. Я не возлагал на него больших ожиданий в этом поединке. Думаю, как и многие другие. Мне кажется, что Ярд хорошо себя зарекомендовал. Постарел ли немного Бетербиев? Я считаю, что Бетербиев вышел со своей обычной агрессией. Он нарывался на чек куки Ярда, но они не причиняли ему особого урона. Увидели, что Бетербиев уязвимая цель. Он дважды падал на протяжении своей карьеры. Если ты начнешь вкладываться в удары, то можешь уронить Бетербиева. Это произошло дважды его карьере. Но в то же время, если ты будешь сильно вкладываться в удары, то и сам получишь урон. А на этом у меня все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Поддержите это видео своим бойцовским лайком. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом и подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok